Второй попрошу, ну давайте не затягивать данное мероприятие. Вот мы с руководством в общественном мероприятии пообщались, поговорили. У меня на руках график. График, потому что не задовольный. Значит, задовольность по заработной плате начнет плачиться уже сегодня. Прям сегодня. Значит, до, так как у нас грядущие праздники, да, женские деньги. Значит, но, к сожалению, до 8 марта погашение 100% зарплаты, погашение должности не будет. Но аванс за январь вам выплатит. Сегодня полностью погасит зарплату, задовольность по зарплате за ноябрь. За декабрь до 8 марта. Нет, 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 нет. Давайте. Мы вчера обещали сегодня. Вчера, я не знаю, кто вам обещал, я такого не мог обещать. Потому что... Нет, нет. Уважаемые работники, вот сейчас руководство ответит, но то, что сегодня деньги какие на счете есть, они полностью уйдут. В понедельник будет продолжение выплаты уже зарплаты за декабрь. Ну, вы поймите, из той ситуации, из той, что есть сегодня. Вот сколько есть денег, столько отдадут. Два дня, как я понял с разговора руководителей, предприятие стоит. Это потеря 300 тонн продукции. Я вам вчера, кто был, пытался объяснить, у нас есть два варианта. Вообще просто остановить предприятие, да? И вы сами понимаете, да, зарплата выплатится, ну, через когда-то, через суды, через реализацию продукции. Ну, производство встанет. Оно и до этого стояло, да, очень длительное время. И здесь у вас работает почти 400 человек. Я не уговариваю, я не могу вас призывать к тому или к другому. Это ваше решение. Но потерять предприятие, я думаю, это худший вариант. Есть проблема, она возникла. Мы вроде с руководством переговорили, проблему они понимают, они ее будут решать. За один день сегодня решить невозможно. Зачем довезти до этого? Это, 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 это другой вопрос. Вы только узнали, что за 4 месяца не платил я зарплату, да? То есть, ну, наверное, сложности у вас внутренние. И февраль. Сумма 5 миллионов. 5 миллионов есть денег. Насколько хватит? Я не знаю, пофамильно, какая у вас задолженность. Я не могу взять и прогарантировать за руководство, если у них нет на сегодня денег. Куда они елись? Куда они елись? Куда они елись? У нас деньги сидят в птичниках. Птицы не убиваются, не убиваются. Какие птицы не убиваются, не убиваются. А в февраль мы весь убивали. Вы что смеетесь это? Февраль уже кончается. Два дня мы не убиваем птицу всего. Два дня не бьем. Ну, а что тебе? Ну, где работа, какой участок? Нет, кто, что? Я из Февралькина Варисовича Гром. Извините меня, пожалуйста. Мы весь февраль били птицу. У нас в графике сколько? Январь били. Два дня мы не бьем. Вы говорите, наша зарплата в птичниках сидят. Это как? Два дня работай. Это как? Ну, по виде, есть же себестоимость производства. И вы же сами все прекрасно понимаете. Надо покупать зерно. Я не защищаю руководство. Я на вашей стороне. Но давайте начнем с чего-то. Кого покупать? Кого покупать? Кого покупать? За что хотели? Вот меня сейчас пытаются выгнать отсюда. 14-й год мы не получали деньги за 14-й год. И все обещали. Все будет, будет, будет. Где деньги? Кто гарант? Все отказались. Нас товарищ Швильцов лично, когда он заступил 1 ноября 14-го года, сказал, зарплату погасим за 14-й год. А сейчас уже отвечают. Спросите всех, кто вам обещал это. Кто вам задерживал ее. Вот все. Зарплата по Загорскому броню за 14-й год погашена. Не прям. Я вам говорю, я погашен. Потому что нет гарантии, нет письма, нет подписи. Кого можно было спросить. Коллеги, друзья, они да. Давайте так, давайте все-таки цивилизованно. Понимаете, вот слова словами. Давайте начнем с малого. Есть бумага. Есть бумага. Значит, гарантом у нас всегда является Конституция и законы Российской Федерации. Но, подождите, подождите. У нас есть прокуратура. Мы говорили, вот ваше письмо, обращение в прокуратуру. Значит, если руководство не будет выплачивать заработную плату, которую мы договорились сегодня, вот здесь на коллективе, я готов выступать и в прокуратуре за ваш интерес, и на любых других мероприятиях. Прокуратуру обращения. У нас ответ есть? Нет. 30 тысяч штрафов. Давайте. Давайте. Там написано, проверка подтвердила факт задержки. Все, задержки денег, так? В администрации наказано 30 тысяч рублей. Откуда они взяли эти 30 тысяч? Вот они. С нас. С нас. И получились опять долги. А зарплаты нет? Зарплат не хватило. Давайте. Вот, пожалуйста, ответ. Кто конкретно этот график можно вручить из вас? Есть одна группа? Кто конкретно? Кто распишется за этот график? Один единственный. То есть вы от всего коллектива один единственный человек подписывает. Вчера вы говорили про активную группу. Замечательно. Я буду прямой работать с заместителем главы администрации. То есть вы активно, в вашем лице конкретно это организовано. Не знаю, кто еще согласен подписаться. Поднимите руки. Все подпишутся. Мы подпишемся все в клипу. Кто будет активно? Зарплат не будет. Сколько человек? Кто будет сюда? Кто есть? Когда было бы проще. Вчера она была. Мы говорили, давайте создайте инициативную группу. Мне удобнее будет с вами работать. Я готов вас принимать у себя. Мы готовы пойти в другие инстанции. Прокуратуру, ВВД, если это потребуется. Но я надеюсь, что мы разрешим этот вопрос цивилизованным путем. Есть еще кто желающий вступить в инстанционную группу? Или вы все молчали? Если одному человеку доверять, почему надо в группу целую? Все. Закончилось все. Коллективная реальность. Я готов. В АГР нам надо работать. А не ездить в инстанции. Вот мы уделяем одного человека. Для этого мы договорились. Водителя никто не кратит. Не вы поедете к нам, а мы приедем к вам. Кто вчера был у Гагарина? Пожалуйста, выходим, забираем. Это какое-то давление уже на людей. Если выходить инициативных, мы потом уволим. Вы снимаете, снимаете. Снимайте. Вы легаете нам даете, что наш инициативный друг не глушит на нас. Никаких гонений. Что нас не волят. Не приезжали лишать ничего. В связи с тем, что мы сейчас обратились в администрацию. Это ваше право. Вы что? Я прошу больше. Это ваше право. Вы должны все равно представить рабочего коллектива. И выступать от рабочего коллектива. Забастовка у вас организована? Да. А кем организована? Предупреждение? Все, хорошо. Все, замечательно. Давайте. Все, все хорошо. Вопросов следует. Получается, за зубу, Пашу, через день. С того человеку, вручу бумажку. Это владелец, что? Не, не, никакой бумаги. Никакой бумаги. Отлично, это будет человек, выбрали. Все, отлично. Мы сейчас познакомились. Поеху мы сегодня с Иваном Михайловичем посмотрели, вернем. Поэтому ко мне, пожалуйста, телефоны мои есть. Хорошо, да. Договаримся в понедельник, встречаемся с вами еще раз. Я готов приехать к вам. Воспользую. Вопрос-то в другом. Вы сегодня на работу, мы начинаем работать или нет? Нет, 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 нет. Я иди с начала. Так, где вам деньги возьмут, если на работу не кушать? Никакой. Так, читаю внимательно. Планируемый график выплаты за должности по заработной плате Загорский бройлер. За ноябрь 2015 года до 1 марта 2016 года. За декабрь 2015 года до 15 марта 2016 года. Стоп. За январь 2016 до 1 апреля 2016 года. Если кто согласен с этим, можно расписаться с вами. А в февраль? А в февраль в маре? Что? А в февраль? А в февраль? А вот так вы сейчас говорите. Я только в февраль закончился, значит, нечистый. Я даже согласен, о чем говорите? В февраль нечистый. Поэтому как я могу сейчас? Изданы не до беляя. Как я вам на феврале сделаю? Если заводяешь февраля, будем говорить, что февраль не закончится, не закончится. Вы же инициативная группа, от людей выступаете, вы снять эти прессы. Мы сейчас объяснили, вам вчера просили графит, вы графит вам дали. Вы инициативная группа, вы от лица коллектива. Сейчас расскажите по учению. Будьте контролировать от лица коллектива выполнение данного графита. Соответственно, от вас задача такая, что производство работало неостановимо, если вы остановите производство, от меня графит. А от вас работа? Как нет? Работа от вас. Работа от вас, от меня деньги. Мы контролируем выпут. Вы контролируете себя с унициативной группой. Они вышли с контролем. Они вышли с унициативной группой. Вы сейчас все хотите свалить на нас, так не получится. Мы сделали вам предложение. Предложили стройки, предложили ответственную деятельность. Соответствующие документы. Это не устраивает? Люди не устраивают. Декабрь отдайте. Я тоже. Здравствуйте. Здравствуйте. Декабрь. Декабрь. Где были раньше деньги? Где прокурор? Где вот прокурор? Я ничего не могу. Вот вы и вот руководство. Ноябрь. Декабрь. Сегодня декабрь. А другим ноябрь не надо отдавать. Вот. Господа, ну давайте. Деньги в кассе. Руководители подразделений. Подходите, получайте. И давайте в ЦХ и выдавайте. И начинайте работать. Ну либо предприятие рубьте. Будет банкротство. Будете добиваться еще своей заработной платы через суды. Вопросов нет. Давайте так. Давайте так. Начинаем работать. Потому что если предприятие не будет работать, никто никаких денег не получит. Да, да. Давайте так. Работать давай. Кто сейчас может начинать работать, начинаем работать. Сегодня выплачиваю часть работ. Зархваты. Да. Понедельник там согласно договору и договоренности. Только пяти миллионов понедельник тоже. Да нет. Всего. Можно посмотреть. Потому что в целом написано. Потому что да. Мы сейчас упираемся в тупик. Мы не можем найти консенсуса между работниками и руководителями. Руководство согласно выплачивают. Да. Но по мере возможности. Стараемся контролировать как можно плотнее этот график. У нас есть связь с заместителем главной администрации. Я вижу. Вижу. А какое дальше мы получим? А как вообще ничего не получим? Если кто согласен, давайте голосовать. Нет, нет, давайте. Давайте. Я вам график отдал. Я вам обещал график составить. Я вот составил. Со своей стороны я сделал все. Мало того ничего. Я только здесь. Зал главы здесь. Зал главы здесь. А ты будешь к оборам картины? Мы не дождемся. На муку. Я сказал 5 миллионов. Может быть, так что вообще не так делал. Как я не обещал я сегодня это делал. А не кто-то вы получили. А подделием подделием? Согласны? Согласны? Нет. Я могу вам отдать. Оно пусть у вас будет. Мне кофе сделайте. Мне кофе сделайте. Мне кофе сделайте. Чтобы у меня была просто решена. А в понедельник я опять к вам приеду. И посмотрим ситуацию. Может. Может. Но может этих денег ухватить. Я уже опять задолго. Нет. 5 миллионов всего. Просто там написано до 15 числа. Это 15 число. Это крайний срок. Может быть вы будете происходить ранее. Конечно ранее. Ну просто уж вы. Вы много сроки. Да не будут они тянуть. Я буду к вам приезжать. Пойдем в прокуратуру. Если не будут. Пока мы будем опираться. Ну давайте начнем с чего. Если будут какие-то изменения в худшую сторону. Нет. Но вы 4 месяца терпели. Потерпите еще 2 дня. Ну ё-моё. Я понял. Я только сегодня узнал. Вы заступать работе приехали. Не надо терпеть. И не будет. Вы заступаем работе. Вы заступаем работе. Мы начинаем работать. За место начинаем зарабатывать. Нет. Нет. Давайте мы начнем. Чтобы вам хоть деньги. Хоть чуть-чуть. И будет в апреле. Ну почему? По графику. По графику. Ну там до первого. До первого. До первого. А там уже 2 месяца. Вы сами знаете законодательство. Знаю. А мы будем. Поэтому. Поэтому будем. Я готов каждый день сюда приезжать. И с ними разговаривать. Не надо каждый день. Вот эти. Где деньги? За газ должны. За воду должны. За электродетку должны. За отплату должны. Где денежки? Куда ушли? Это я не знаю. Это я не знаю. Это я не знаю. Подскажите нам такое пожалуйста. А что вам делать с 2014 годом? Это отдельный вопрос. Я не готов. Не знаю там структуру вопроса. А почему за 2014 год старое предприятие вам не выплатят? Хотя хозяин? Обещали. Все обещали. Ну вот сейчас произошла задержка зарплаты. Вы обратились. Мы узнали об этом. А мы об этом даже не знаем. Там может терпение лопнуло. Русские вы знаете о русских людей. Правильно. Правильно. И что дальше делать там? Мы написали в единую Россию. Начали с прокуратурой. Ты можешь сказать что они? Ну это я уйду. Это я возьму и прокуратурой скажу. Это чья ты отпишка? Это я не знаю. Ну вот люди волнуются, интересуются. Будут всю зарплату или только белую платить? Потому что видимо платить не полностью белую. Коллектива, половина коллектива, рассчитались. Есть денег. Они даже не думают об этом, что надо расплатиться. И не хотят даже слушать. Ну давай. Люди сейчас уходят в отпуск. Люди уходят. Уходят в отпуск. Люди приходят из опростка без денег. Не из опростка без денег нет. Как так можно работать? И почему такое администрация? Почему? Таких вот ездят с руководителей. Ну ребят. Надо делать вывод. И вот все. Не мы же их ставим. Да? Это уже акционерная опция. А ты чего у нас партия Денина России, которая командует всем? Почему у нас администрация? Почему мы никуда не контролируем? Ведь мы, народ, даже 400 человек. Мы каждый день выходим на работу. Мы выполняем свою работу. Мы делаем больше, чем надо. Мы ни разу не сорвали ни грошей, ни посадки, ни отловы. Мы выдаем радость, и мы же остаемся в дураках. Вы посмотрите на возы, кто работает. Молодей не хотят. А молодежь все ушла. Вот отработали, все на Мерседесах. Как это понятно? Давайте попробуем. Подождите, а что попробуем-то? У них опять получается. Они где? В апреле месяц? И месяц. Только за январь. Четыре месяца разница опять. У нас опять получается февраль, март, апрель. Когда мы их получили? У нас у всех семья. У нас коммунальные долги. До первого апреля. До первого апреля. А мы будем без денег сидеть. Почему пришли? Ну почему? Это они максимальные строки поставили. Мы сейчас будем контролировать каждый месяц. Смотреть за этим. Они сегодня отдают за ноябрь. Правильно? Мы ничего не получим, линия наша. Почему? Потому что мы за ноябрь получили уже. А этого декабрь где? В понедельник будут за декабрь выдавать. Где нет? Она говорит за декабрь. Там написано до 15 марта. То деньги, родители. Ну и завтра деньги. По неделе деньги будут выдасты. Нам не дадут раньше. Почему не дадут? Ну потому что самое такое. Если приедут, так и будет. Нам дают 10 тысяч рублей. Возможно прожить на 10 тысяч рублей? Представитель приедет? Если у меня квартира, я плачу на квартиру. Посмотрите, поскольку дадут? 11 тысяч. А у меня семья, у меня больной муж, у меня родители. Я понимаю, но это уже политика предприятия. И это заработные платы. Представляете, вы сюда шли, вы знаете. Но это будет поиск. Ну мы это... Зачем доводить на это? Я не знаю, зачем доводить на это. Мы пришли на это. Мы не останавливаемся, работаем. До 12 ночи, до 12 ночи. Я имею в виду администрация завода. Завод. Завод. И никто не принимает меры с ними. Вот что интересно. Давайте начнем работать. Вчера мы узнали... Мы начнем работать с администрацией. Вот вы и начните. А мы все придем. Нам свою работу надо выполнять. Мы не начнем. Вот все. Собственных предприятий, оказывается, мы писали еще в Фениксе, когда работали, когда нам остались должны запреживать на 14-й год деньги, он остался собственником Загорского бройлера. Как был у нас Черноусов. Он так и остался. Название меняется и все. Вы знаете об этом. Учредитель. Меняют каждый год название. Сейчас с марта еще будет меняться название. Загорский бройлер. И мы остаемся без всех. Без отпускных, без отпускных. И что получается? Всех переводят другое предприятие. Как вновь поступишь на работу. Я уже отработал 54 года. Через увольнение. Там увольнение. И я сейчас как пацан молодой, прихожу к ним по этому желанию. Ну при увольнении вас задумали полностью. С испытателем. Нам осталось в долгах это все. Нам в 14-й год осталось в долгах по заработной плате. Нам остались долги за это тоже. За то, что здесь черные зарплаты их надо за это наказывать. За это надо наказывать. Черные зарплаты. А почему не наказывают? Отправки дают. А как черные зарплаты не должно быть? Черные зарплаты. Так разобраться надо. А ты что с прокуратурой? Прокуратура пускает сделать договор и составляет договор. Белые черные зарплаты. Вновь переписывать название. Нас считают уже как вновь поступить. Отпуск через 11 месяцев. Больничные не платят. Больничные даже не платят. Копейки просто. В общем здесь уже генеральную прокуратуру. Вот мы сейчас готовим. Вот у меня есть заявление. Он даже не зарегистрирован. Его все-таки вы не подали. Копейки просто. два раза больше.